Девушки отдыхают Это важнейшая полоса препятствий в истории. И только тот, кто преодолеет ее, а затем покорит гору Мидарьяма, заслужит право называться русский ниндзя! Сейчас в мире таких всего шестеро. Но мы не сомневаемся, что седьмым станет именно атлет из России. А сама полоса сегодня состоит из следующих препятствий. Косые ступени. Участник должен перебраться на другую сторону, перепрыгивать с одной ступеньки на другую. Если ему это удастся, его ждет второе препятствие – перископ. Здесь нужно повиснуть на бревне, проскользить по рельсу и вовремя спрыгнуть на платформу. Третье препятствие – дрожащие камни. Это испытание на баланс. Путь проходит по неустойчивым снарядам. Важно, касаться руками камней нельзя, иначе дисквалификация. На четвертом препятствии – навесные кольца. Участнику как раз понадобятся сильные руки. Цепляясь за подвешенные ободы, нужно добраться до сетки и проползти по ней до платформы, не коснувшись воды. Далее – разводной мост. Цепляя кольца за штыри, сначала нужно подняться наверх, а затем спуститься вниз. И последнее испытание этого тура – малая гора. Необходимо разбежаться, взобраться по отвесной части дорожки наверх и нажать кнопку. Всего у атлета есть три попытки. Посмотрим, скольким спортсменам мы сможем сегодня здесь пожать руки. Если даже я немножко волнуюсь, представляю, что происходит с нашими участниками. Поэтому давайте не затягивать и начнем отборочный тур. Ида, наши спортсмены очень нуждаются в твоей поддержке. Тебе пора к ним. Поддержка – это мой конек. Не скучайте. Ну, а первый атлет уже размял свои косточки и ждет разрешения начать прохождение. Let's go! Стартовать готов пенсионер. Несмотря на возраст, Валерию Назаряну придется бороться на равных со всеми остальными. Шоу «Русские ниндзя»! Мы разрушим все ваши представления о пенсионерах. И о ведущих СТС. Мне 51 год. Я думаю, что я самый старший участник соревнований. Так что попробуем выиграть на опыте. Да что попробуем? Выиграем на опыте. Старая школа есть старая школа. Тем более Советский Союз никто не отменял. Мы тренировались по-другому. У нас были сборы тяжелые. Так что выиграть в советское время чемпионат СССР – это была уже, считайте, победа на Европе минимум. Ну, в спорт я попал в 14 лет. Начинал профилирующая. У меня была тяжелая атлетика. Достиг там мастера спорта. Потом ушел служить в советскую армию. Вернулся в 91-ю, в страну, которую уже нету. А потом ушел в милицию. Звание майор, полиции. Старший специалист боевой специальной подготовки. Сейчас открыл свою спортивную школу. Детки мои узнали, что я участвую. Они прыгали и говорили, вы не подведите нас. Я им пообещал, что все, что можно и нельзя, я сделаю. Но они знают мой характер, что это так и будет. Валерия поддерживает просто армия друзей и родственников. 25 человек. А главное – его отец. Как ваше настроение? Очень сложный. Трудный, переживаю. За сына? Конечно, за сына. 51 год, и только подумай. 51 год. Ветеран Министерства внутренних дел. 20 лет отдал службе. Тогда я за него болею очень. Такие друзья нам нужны. Очень нужны. Валерий, докажите всем, что возраст – это просто цифра в паспорте. Ой, моя любимая фраза. Давай, таймер прозвенел, погнали. Хорошо, хорошо. Первая, красная ступень, вторая. Третья. Хорошо проходит, идет прям бодро. Самая сложная здесь была ступень. Перескакивает на следующую платформу. Хорошо. Папа, папа, все хорошо. Перископ перед ним. Главное – оттолкнуться. Полетели. И есть. Браво! Да! Очень атлетично. Он сложен. У него своя школа. Единоборств, который он недавно открыл. Наше третье сложнейшее испытание – дрожащие камни, от которых дрожат коленки у наших участников. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А нет, не падай! Хорошо, хорошо! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нельзя останавливаться. Сейчас будет непростой шаг. Следующий камень находится ниже по уровню. Хочу отместить его обувь, которая очень-очень подходит против скольжения. Да, да, по-моему, специальная поверхность прорезиненная. Держись, держись! Нельзя использовать руки! Держись! Держись! Ну что ж, самый-самый молодой взрослый участник нашего шоу. Нормально! Держись! Сразу хочет прыгнуть. Хочет прыгнуть. Сразу не надо прыгнуть. Держись! Отлично! Супер! Да! Хоть папа и говорил, не надо! Сын не послужился отца! Вот я смотрю на него, знаешь, я, честно говоря, боюсь старости, боюсь старей. Да, вот смотрю на него, и это вроде уже и нормально. Уже не так страшно, да? Вообще не страшно. Посмотри на меня. Такой мощный. Между тобой и Валерием стою я. Где-то посередине как раз. Я тоже вдохновляюсь примером, который показывает сегодня Валерий. Отлично! Держится. Больше половины дистанции позади навесные кольца. С одного. С одной попытки он цепляется за четвертое кольцо и перескакивает на сеть. Супер! С сетью обращается отлично. Молодец, Валерий, двигайся дальше. Этап позади. Даже двигайтесь, наверное, лучше. Конечно, мы с уважением. Чем ближе он к нам, тем, наверное, больше уважения. Тем больше уважения, это точно. Валерий Георгиевич, мы вас ждем. Давай, давай, давай! Те! Он еще и мастер спорта по рукопашному бою, поэтому точно на бой. Теперь он нас слышит, скорее всего. Валерий Георгиевич, мы вас ждем здесь. Разводной мост и Малая гора. Все, что осталось. Отлично! В какой форме, Валерий, посмотрите! 51 год! Предпоследний этап. Нужна максимальная мощь. Мощь в руках. Есть, есть. Четкость, главное четкость, чтобы не терять лишний раз силы. Вот переставляйте кольца через штыри. Последние штыри самые сложные. Есть! Очень легко. Ага. Да нет, все равно. Очень легко и непринужденно. Перескочить на вторую половину нашего разводного моста нужно. Есть! Хорошо висит. Опа! Чисто плевок в сторону нас, я так понял. В сторону нашей трассы, которую считают слишком простой. Очень достойно! Браво! Папа, папа, спокойно. Уже считаю, что почти уже победил. Три попытки у вас, напоминаю. Так, замерли все. Первая попытка. Хорошо, хорошо, хорошо. Ай, чуть-чуть. Не хватило. Подождите, подождите, подождите. Папа, 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 все хорошо. Я... Ты что? Верь! Ты что? Верь! Папа, говорит, не возьмет. Папа, верьте. Верьте, папа. Сейчас будет вторая попытка. Хороший разгон нужен, на мой взгляд. И, конечно, сцепка. Она достаточно скользкая, наша гора. Да, обувь сейчас немножко, возможно, подводим. Давай, 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 еще! А-а-а-а! Он уцепился, ты видел? Практически! Пальчик уже тут был, пальчик уже... Хорошо, хорошо. Сохраните эту энергию, Валерий Георгиевич, от настроя. Еще одна попытка. Покажите этой горе, кто здесь настоящий... Как великая Мария Лисицкина с третьей попыткой брала свою высоту, так и здесь. Валерий Георгиевич, мы на вас верим. Папа, папа, подышим. И финальный роман. И финальный роман! И финальный роман! Увы, звучит гонг. Красный свет зажигается. Но это было прекрасное выступление Валерия Георгиевича. Браво! 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 Вы звезда! Вы звезда! За что он сейчас извиняется, я не понимаю. Нам нужно извиниться за то, что мы в своем возрасте не так прекрасно выглядим и не столько энергии у нас. Всё, решил забрать свой тщательный приз в виде Иды. Ну, сколько так? Ха-ха-ха! Вот оно! Буйство тестостерона, да? Возможно, надо задуматься. Может, спорт реально прикольная штука? Многие наши участники, чтобы постоянно тренироваться, подбирают подходящие профессии. Например, Юлия Хайдукова работает спортивным фотографом, что помогает ей всегда быть в форме. Юлия чемпионка по ниндзя спорту, поэтому, я уверен, многие из этих препятствий есть знакомы. Сейчас узнаем, отразится ли это на ее сегодняшнем результате. У меня было очень много стартов в моей спортивной карьере, но это трасса мечты, то, что у меня есть возможность попробовать потрогать все это, пройти эту трассу, и это потрясающе. Это вот просто кван. Я буду стоять на ней одна, столько болельщиков, софитов, восторг! Эти препятствия безумно сложные, и я не знаю, как я сейчас их буду проходить, но я очень постараюсь. Волнуйтесь? Очень волнуюсь. Но я уверен в ней, у нее все получится, точно. Прям 100%. Юля сегодня поддерживает ее муж Никита, и он тоже будет проходить трассу. Посмотрим, кто из них лучше пройдет эту трассу. Как ты думаешь, Элишер, она или ее муж Никита? Слушай, я очень люблю болеть за неочевидные исходы, поэтому поставлю на мужа. Отлично! Я на Юлю. Все же, Юля, раз ты фотограф, улыбочку и погнали! И старт! Ну что ж, косые ступени Юля начинает. Осторожно, но тем не менее, достаточно резво она со ступени на ступень. Перескакивает. Хорошо, уже на платформе перед вторым этапом. Перескоп. Давай, давай, давай! Умница! Вы вместе репетируете? Конечно, конечно. Занимаемся вместе. И на всех соревнованиях я ее так же веду. На себя и руки в вод! Опасно. Сейчас было очень опасно было. Ну, молодец! Обратным движением наш перескоп чуть не сбил ее обратно в воду. Ну что ж, дрожащие камни. Здесь уже что-то другое. Мне кажется, она пытается договориться с этими камнями. Возможно. Какой-то японский сад дрожащих камней перед Юлей. Так она же чемпионка по ниндзя спорту. Что тут удивляться? Сейчас она по воде просто пройдется и все. Ну что ж, отряхивает себя. Понимает Юлия, что время у нас не ограничено. Что здесь важно просто перейти эти камни. Вестибулярный аппарат. Координация. Баланс. Ну что, погнали! Мы с тобой, Юлия. Держись, 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 держись. Смотрите, она согнула колени специально, чтобы центр тяжести сделать немного ниже. Осторожный шаг. Первый шаг самый важный. Главное не касаться руками. Все хорошо, давай. Молодец! Муж кричит, падай, падай, а то вдруг я пройду меньше, чем ты. Я думаю, что он занервничает где-то после третьего испытания. Однозначно. Хорошо, здесь еще дальше расположен камень. И смотрите, разница в высоте. Смотри, как смело просто с одного на второй. Опять будет разница в высоте. Сейчас будет уже шаг вниз. Нужно удержать этот баланс. Осталось всего два камня. Это позади уже сколько. Не умею считать много. Последний рывок. Есть! Есть! Пройдены дрожащие камни. Что тут происходит? Вы не представляете. Мы все рады за нее, безусловно. Радуется ее муж. Но на лице-то видно, что он не радуется. Впереди навесные кольца. Здесь можно использовать только руки. Она так настраивается, что мне даже немного страшно, что она до нас доберется. Понимаешь? Мы должны не бояться радоваться этому Алише. Точно, точно. Ура! Раскачаться. Раскачиваться спортсмен должен вперед-назад. Потому что если кольцо поймает это боковое раскачивание, то тяжело, тяжело будет исправить. Прежде чем кончатся силы в руках. Хорошо движется еще одно кольцо. И сетка есть! Так, теперь без нервов, осторожно спуститься, без ошибок. Честно говоря, я очень удивлен, знаешь, такому исходу. Давай, может, я все-таки на нее поставлю. Давай, давай, давай! Давай, давай, смотри. У нее коса, но она недостаточно длинная, чтобы оказаться в воде. Умничка! Моя девчонка! Остается предпоследнее испытание. Так ты поменял решение? Эээ... Нет, я же мужчина, я всегда держу слово. Короче, поменяешь, когда она будет здесь, наверху? Да. Прямо перед тем, как нажать кнопку, хорошо? Я скажу, да, да, я на тебя оставил. Ты молодец, Юлия. Пятое испытание. Разводной мост. Еще одно испытание подряд. Чисто наверх, на руки, на силу. Одну, нет, одну поднимай, давай. Молодец. Следующая. Дыши, 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 дыши. Юля, дыши. Давай, спокойно, на дыхание, давай. Сложнейшее испытание. Мне страшно даже смотреть над этим. Это... я бы в жизни его не прошел. Ты представь, вообще, насколько сильная женщина, если у них дома, не дай боже, ссоры случаются, да? Что там происходит? Посмотри, что она делает. Она висит на одной руке, дает отдохнуть своей второй руке. Устала, Юля. Дыхает. Очень устала. Ну, это прям критично, тяжело. Кончаются силы, на мой взгляд. Остается еще немного, чтобы перебраться на другую сторону моста. Не сдавайся, Юля, не сдавайся. Слушай, а последние палочки... Ой-ой-ой, какие высокие. Давай, давай, давай. Ну, пожалуйста. Очень большая дистанция. Последние. А-а-а-а! Холодно! Зато эффектно упала. Пятое испытание. Да еще и на середине она остановилась. Посмотрим Никиту, как далеко он зайдет. Молодец! О, как я не смогла, я не знаю. Ну, не отдышалась, мало дышала. Все хорошо делала. Все делала отлично. Ты молодец. Я старалась на все столы. Молодец, Юля. Мы тобой гордимся. И я тебя обниму, буду мокрой всю программу. Юля! 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 Да как же так-то? Да как же так? АПЛОДИСМЕНТЫ СТС – это семейный телеканал. Поэтому неудивительно, что на наше шоу приходят семьями. И после Хайдуковой Юли мы приветствуем ее мужа, Хайдукова Никиту, промышленного альпиниста. Как говорится, муж и жена одна – Моргенштерн. Я на проекте уже третий раз. Третье мое участие. Два финала за плечами. Думаю, сейчас тоже дойду. Легко и непринужденно. Все держишь в голове, делаешь правильно, как надо. И все получается. Ничего сложного. Ну, тут есть еще пару ребят серьезных. Я на них тоже делаю ставки. Особенно молодое поколение. Ну, и мы, как старая гвардия, думаю, сможем показать хороший результат. Ну что ж, мы с тобой забились. Да. Я ставил на этого прекрасного молодого человека, который точно пройдет. Я вижу это по нему. Юля, его жена, дошла до пятого препятствия до разводного моста. Посмотрим, как далеко зайдет Никита и ее муж. Итак, таймер. Один, ноль. Let's go. Поехали. Ну все, покажи жене, кто в доме хозяин. Ты смотри, как играючи проходят ступени, даже руками не касается. Очень невероятно. Мощно. Мощно. Ну, он известный альпинист, он известный скалолаз. Кстати, была серьезная травма в 2018 году. Да ладно. После падения, да. Два сломанных позвонка, две сломанных ноги. Ай-яй-яй! Ну! Коварный перископ окунает участника с головой в бассейн. И это, если честно, для меня шок. Это был нестанчик. Как так? Никита, что случилось? Даже сомнений не было, честно говоря, не знаю. И мы не сомневались, друзья. Но что произошло, сам не знаю. Ну что ж, а мы поздравляем Юлию, его жену. И Василию. Да. Соведущего. На что мы спорили, кстати? А не важно. На билеты. На концерт. Приходи. На шоу «Русский ниндзя». Настоящий русский мужик. Отслуживший, между прочим, ВДВ. Виталий Хромцов. Я принимаю участие первый раз в проекте. Я смотрел первый сезон. И был в восторге, конечно. Я очень хотел поучаствовать. Надеюсь показать себя на все сто. Заряжен. Готов биться и идти до конца. Так, ну русский мужик, это, конечно, отлично. Но... Ну просто огромный мужик. Получится ли у него получить еще звание «Русский ниндзя»? У меня такой мотиватор, моя супруга. Я говорю, давай, пробуй себя в чем-то новом. Алиска, спасибо тебе за мотивацию. Я тебя очень сильно люблю. Я знаю, что ты всегда поддерживаешь, что ты всегда рядом. Ну и также мой любимый сынишка. Он всегда за меня. Он сегодня здесь и будет болеть за папу. Очень мощный, очень мощный. Я даже немножко переживаю, дойдет ли он. Ну. До нас. Поехали! Старт-дам! Так далее. Такого огромного, по-моему, роста. По крайней мере, издалека нам кажется. Он очень высокий. Он даже сейчас не прыгал между косыми ступенями. Он просто шагал. АПЛОДИСМЕНТЫ Молодец! Класс! АПЛОДИСМЕНТЫ Молодец! АПЛОДИСМЕНТЫ Он похож, как раз таки, знаешь, на человека, у которого нет крови, нет чувств, нет эмоций. Ой, нет! АПЛОДИСМЕНТЫ Раскачивайся! АПЛОДИСМЕНТЫ Он не оттолкнулся в самом начале. Это коварство нашего перископа. Давай, попробуй раскачаться, пожалуйста. Он уже, смотри, как раскачался. Ой, смотри, смотри, Сари, какая это очень интересная тактика. Я не знаю, я не знаю. Мне кажется, это невозможно. Я даже не знаю, что делать в такой ситуации. Ну как-то раскачаться надо, раздвигаться-ё я не знаю, блин! Давай попробуй ещё, попробуй, попробуй, попробуй. �えて трибуну! Тянет на себя, тянет на себя. Он пробует одними ногами, пробует рукой сейчас дотянуться до мата. Как же так? Давайте поддержим! Давайте подадим немного шума и поддержки. Виталий Храмцов. Очень неприятной ситуацией оказался Виталий. Очень неприятный. Рукой дотянуться, кажется, до мата, до платформы спасительной, но нет. Давай, пап! Хочется верить, что он придумает, как выбраться из этой ситуации. Он пытается забраться сейчас чуть повыше, оттолкнуться и прыгнуть. Мне кажется, не за что уцепиться просто выше. Неужели это будет прыжок? Да ладно! Он попробует, он попробует, давай! Давай, Виталий! Пожалуйста, Виталий! Увы! Увы, увы, увы! Коварство второго препятствия, коварство перископа не дают Виталию Храмцову продвинуться дальше. Казалось бы, какая масса, а не доехала! И это, это бревно, блин! Бревно, как называет это препятствие Алишер, остановило немало наших атлетов. Не справился с ним тиктокер Шамиль Гимаев из Самары. Пора возвращаться в тикток! Ты что? Ай, жесть! За тиктокером на схватку с бревном вышел ветеринар Артем Потемкин. Ай, да ладно! На том же месте упал в воду предприниматель Никита Ямушев. Нет! Возможно, удастся продвинуться дальше пожарному Сергею Пустобаеву. АПЛОДИСМЕНТЫ Да ладно! Не доехал! Ёлки-палки! Да что ж такое-то! Пожалуйста! Я, конечно, вряд ли тот человек, который может давать спортсменам какие-то советы, но мне кажется, здесь просто нужно несколько рывков и вот так вот... И пододвигаться. Попробуй раскачать, попробуй! Попытайся! Ну, может быть, у тебя получится... Очень круто, если это будет тот самый первый предприниматель. Нет! 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 Не будет! Да как обидно! Пока ни один из участников так и не добрался до нашей кнопки... А что происходит? Они хотят, чтобы в полуфинал прошли только мы? Так не пойдет, господа! Напрягитесь! Человека от такой профессии вы точно не ожидали увидеть на нашем шоу. Водитель автобуса Алексей Ширинкин. Я в шутку называю себя директором автобуса. Обожаю свою работу, наслаждаюсь каждой поездкой. Встречаю рассветы, провожаю закаты. И получаю удовольствие от вождения, от доставки людей до места работы и до дома. Многие считают, что это очень нервная работа, напряженная. Ну, это действительно так. Но мне помогает спорт. Занятие спортом заряжает, поднимает настроение, улучшает самочувствие, бдительность, внимание. И, соответственно, на работу уже приходишь с таким заряженным настроением, с поднятым духом. Плюс еще коллеги на работе всегда, как говорится, подбодрят. Коллеги знают о моем участии в проекте «Русский ниндзя». Все болеют, держат кулачки. Сибиряки и вся Сибирь и Новосибирская область тоже. Когда я уезжал, он говорит, давай, держись, покажи всем, что ты настоящий русский ниндзя, сибиряк. На проекте «Русский ниндзя» я не побоюсь этого слова. Я выступаю от всех водителей автобуса и пообещаю, что буду бороться до конца. Для водителя автобуса он в неплохой физической форме. Я думал, у них сидячая профессия, он прекрасно сложен. Итак, таймер. И автобус поехал. Я надеюсь, что этот автобус дойдет до конечной. Ой, хорошо, хорошо. Нормально, могу, могу. Сам написал. Тогда вот так, смотри. А, тогда я надеюсь, он дойдет туда без остановок. Ну смотри, остановки очень короткие. Смотрим, как он быстро идет. Он же на втором препятствии. Перископ притопил уже столько участников. Отлично. Умничай. Он даже ни на секунду не замирает. Как он уверенно идет. Супер, три препятствия позади. Он вообще не останавливается. Это какой-то неправильный водитель. Он в депо идет, а депо здесь. Превышает скорость, очевидно. Надо сдать смену. Отлично, отлично. Спускается вниз по сетке. Но точно не по турнирной сетке. Он поднимается по турнирной сетке. Но не будем заглянуть вперед. Он просто вылетает оттуда. Стоящий низ. Как быстро! Вот здесь первая остановочка. Смотри. Хорошо. Пусть выдохни, выдохни. Давай, 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 давай! Учитывая то, что пока никто не взобрался на Малую гору, спешить ему некуда. Хотя он показывает феноменальное время. Очень хорошо идет. Перебирается легко на вторую. Почти легко. Чуть-чуть не сглазил. На вторую половину разводного моста. Будет ли сразу прыгать здесь? Как его раскачало. Прям как на моих концертах. Отлично, отлично. А что мы удивляемся? В нашем транспорте, знаете, не такое встретишь. Не такие препятствия. Так, Алексей. Впереди последнее испытание. Мы тебя ждем. Три попытки, три попытки. Давай. Вы рады? Конечно, но 5 миллионов еще не в руках. Спорим, с первой залетит? Думаешь? Да 100, брат, ну посмотри на него. Я думаю, со второй. Этот водитель вперед. Давай, с первой по-любому, со второй. Не торопись, Алексей. У тебя есть три попытки. Пошел, 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 пошел. Нет, нет. Вырежьте, где я говорил про одну. Я хотел сказать с третьей. Алексей, хороший разгон нужен сначала. Хороший разгон. Не тормози сразу. Не подбирай шаг, просто разгонись как следует. Давай, 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 давай. На пониженной передаче чисто. Я видел его пальчики. Почти, почти. Давай, 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 беги, вперед. Пасследняя попытка. Мы не делим его пальцы. Алексей, Алексей. Спасибо тебе за выступление. Это было очень круто. Это было лучшее выступление от водителя автобуса на нашем шоу «Русский ниндзя». 100%. С таким временем, если бы он прошел, он бы точно был претендентом на гонку лидеров, на эту дуэль за выход в финал, прямой выход. Ну а пока что он остается претендентом на полуфинал, если мы не наберем 10 участников. Для следующей героини участие в нашем шоу не только возможность выиграть 5 миллионов рублей, но и просто размяться, потому что она работает бухгалтером в офисе с понедельника по пятницу. Ольга Копейко, Санкт-Петербург. Говорящая фамилия. Для бухгалтера. Да, и для того человека, который хочет выиграть 5 миллионов. Я не типичный бухгалтер. При своем стандартном графике работы, 5 через 2, я успеваю заниматься спортом. Я почти каждые выходные, ну хотя бы раз в месяц, я выезжаю на соревнования. Занимаю всегда, почти всегда призовые места. Я являюсь кандидатом в мастера спорта по тяжелой атлетике, по функциональному многоборью. Я думаю, начальник, да, и в фирме, где она ведет бухгалтерию, как бы он и... Он ее на вы называет. Это точно. Мои коллеги меня очень поддерживают в моем спорте. Они всегда смотрят трансляции по моим соревнованиям. Они буквально как на войну меня собирают с моего офиса. С помощью моих коллег у меня как раз-таки образуется время. Они могут меня прикрыть где-то в каком-то месте, забрать мою работу и все-таки отпустить меня. Ну, соответственно, они ожидают от меня, что я изменю такое типичное представление о бухгалтерах, да, которые сидят целый день за компьютером, которые серые мышки, страхи, вот пульс папочек. А на самом деле мы все красивые, желанные, мы все яркие. В внушительной такой физической форме она сейчас. Вот так в России выглядят бухгалтеры. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Старт дан. Ну, давай. Покажи, как это делают бухгалтеры. Ну, надо уверенно, уверенно. Смотри, на первую косую ступень, на вторую. Хороший прыжок, кстати, у него такой мощный. Хорошо отталкивается от платформы. О, приземление тоже важно. Прыжок. Продолжаем, продолжаем. Давай. Отдыхает, отдыхает сейчас, Ольга. Четыре прыжка позади. Сейчас будет пятый. Прыжок. Самый сложный. Молодец, молодец. Цепляется сначала ногой. Прыжок. Поведа. Браво, наша девочка. Наша гордость. Второй этап. Впереди перископ. Посмотрим, как у нашей копеечки получится одолеть. Препятствие очень уверенного. Чина Изи. Умничка. Движется дальше. Уверенность, смотри, на взгляде. Целеустремленность. Хорошо. Отличное решение. Я, пожалуй, так же сделаю. Давайте пока покомментируем так. Ольга, спасибо тебе за эту паузу. Ой, а что это такое? Смотри, смотри, есть немного крови. По-моему, она поранилась. По-моему, на ступенях она где-то немного зацепилась голенью. Надеюсь, ничего серьезного. Немного крови там есть. Ну что ж, это русские ниндзя. По-настоящему экстремальное шоу. Нужно иногда окропить эту полосу своей кровью. Хорошо. Чтобы добраться до заветной кнопки. Принести, так сказать, жертву. Кровавую. Итак, первый камень пошел. Уверен. Но, кстати, не то, чтобы дрожит. Нет, хорошо, хорошо. Неплохо развивается мускулатура, которая гасит вот это. Да, она вообще мощная, слушай. Дрожание камней. Хорошо. Хорошо, хорошо. Видишь, как опять центр тяжести свой понижает. Немножко опускает. Ай! Руками ни в коем случае нельзя трогать. Не было касаний, но вроде не было. Нет, 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 все хорошо. Сколько остается еще? Два шага. Три. И прыжок. Молодец. Три испытания сложнейших позади, еще три перед ней. Все ближе, Ольга, к тому, чтобы из копейку стать миллионерку. Следующие два испытания практически исключительно на силу верхнеплечевого пояса. Посмотрим, как справится с этим Ольга. Хорошее раскачивание. Никаких лишних движений пока не делает Ольга. Отлично. Очень динамично проходит. Слушай. Давай, давай, давай. Слушай, если она так же ведет бухгалтерскую отчетность, никаких проблем у фирмы нет. Все доходы успешно скрываются в черной бухгалтерии, которых действительно нет. Я думаю, Ольга этим не занимается. Нет, нет, нет. У нее такие красивые и добрые глаза. Это точно. И мощное тело. Так, ну что ж. Давай, залезай к нам. Давай, давай. Осталось, кстати, самое энергозатратное. Наверное, наверное. До 100%. Посмотри, уже стряхивает руками. Уже накопилась там эта молочная кислота. Мне кажется, я слышу, как бьется ее сердце. Сложнейшее, сложнейшее испытание. Впереди разводной мост. Смотри, как уверенно. Как уверенно и резво. Ничего лишнего. Отлично. Отлично. Шаг за шагом. Шаг за шагом. Я боюсь ее. Есть. Преодолела. Половина моста почти позади. Есть. Перешла на следующий. Да ладно. Есть. Да ладно. Держись, держись. Согнула руки. Молодцы. Прыгла. Отлично. Ура. Напоминаю, три попытки есть перед Малой Горой. Мы уже ждем здесь, Ольга. Соберись, три попытки. Не торопись. Я думаю, если она сюда заберется, она кнопку сломает. Проломит просто. Давай, Оля. Мы тебя ждем здесь, наверху, как и кнопка. Поддерживают. Разбег. И рывок. И рывок. Ай, почти. Я видел уже эту лапку. Она вот так вот, вот почти уже. Я чуть не сказал ура. Ты сможешь! 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 Ой-ой-ой-ой. Так, ну что ж, готова ко второй попытке, Ольга. Разбег. Давай! Прыжок! Сантиметры снова, сантиметры. Снова нет, снова нет, снова нет. Хороший старт нужен, хороший старт. Давай, 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 давай. Ай! Ой, тихо сругался. Отличное прохождение. Обидно. Мы благодарим Ольгу Копейку за эту потрясающую, потрясающую просто по своему накалу попытку прохождения нашего отборочного этапа. Ну, знаешь, у нее все же остается шанс, если вдруг меньше 10 человек сегодня пройдут и нажмут эту кнопочку. И я болею за то, чтобы меньше 10 человек прошло. Вообще, пусть только она проходит. Спасибо. Согласен, согласен. У меня нет любимчиков. Есть любимчики... Любимецы. Вырежьте это, не показывайте моей жене. Всем спасибо, я домой. Отборочный тур уже прошли 10 участников. Трое из них сделали это успешнее остальных, преодолев 5 препятствий, но не покорив Малую Гору. Поэтому наша кнопка все еще остается нетронутой. Следующий атлет уже готовится к выходу на трассу. Посмотрим, какой результат покажет он. На полосу выйдет, возможно, самый умный участник нашего шоу. Но среди нас троих уж точно. Мне кажется, что я единственный молодой ученый в данном проекте, потому что все участники спортсмены и занимаются тем или иным видом спорта. А я закончил Московский авиационный институт и занимаюсь научной деятельностью в институте прикладной механики и электродинамики. Мои разработки должны полететь в космос в ближайшее будущее и очистить околоземное пространство от космического мусора. Параллельно с этим занимаюсь скалолазанием. Участвую в соревнованиях и в фестивалях. Я пришел показать всем, что в этом проекте нужна не только хорошая физическая форма, но и высокий интеллект, и я готов пройти эту трассу. Но после таких слов тоже главное воду не упасть. Олег Писахович. Ну, Писахович, так и болеем за наших. Уже на старте, на стартовой площадке сейчас будет обратный отсчет. Собран Олег, как вот примерный студент научно-исследовательской деятельности. Девушка Настя, что чувствуете сейчас? Я переживаю за него больше, чем за себя. Пошел студент, пошел, а он уже выпускник. Ну, давай. Между прочим, один из десяти лучших выпускников 21-го года. Всего вот 10 человек удостоились такой награды. Большие аплодисменты ему за это. Отличный прыжок сейчас мы наблюдали. С четвертой на пятую ступень просто так ловко. Ну, молодец. Хорошо. Да, очень прыгучие ученые. Значит, есть еще надежда на великую Россию. В здоровом теле здоровый дух. Молодец. Хорошо уцепился. Очень легко проходит. Он видно, что хорошо сложен. Такой легкий, прыгучий. Да, я бы не сказал, что он какой-то супер-мега-качок. Не мускулистый, а такой жилистый парень. Видно, да? Если пройдет нашу полосу, будет отличный живой пример фразы, что сила в уме. Давай, 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 давай. Хорошо, отлично встал. Отлично. Он начал уже прохождение наших коварных, дрожащих камней. Стой, держись, держись, держись. Держись! Вот нельзя сильно распрямляться, мне кажется, потому что как только начинаешь распрямляться на этих камнях, вот в распорку, когда стоишь, то сразу центр тяжести повышается и начинает шатать из стороны в сторону. Пока успешно проходит. Где-то в середине дистанции сейчас Олег находится. Я и думаю, у него сейчас цифры летают в голове, чисто он вот этот видит, дрожащий камень. Так, вот сюда я ногу поставлю, вот так вот будет колебаться. Такие формулы, да, да, да. Формулы расчета. Хорошо, хорошо проходит. Судя по тому, как он проходит, он реально что-то знает. Ровно посередине дистанции сейчас находится. Формулы пока что ему помогают, которые он видит. Хорошо, молодец, молодец. Держи баланс, держи. Немного остается. Опять, смотри, приседает. Ну, отдохнуть, видимо. Трясутся не только наши грибочки, но и наша девочка. Держись. Он очень собран, молодец. Он все-таки инженер, конструктор настоящий. Да, 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 молодец. Молодец, молодец. Первую эмоцию я только что видел на его лице. Итак, навесные кольца, четвертое испытание. Половина дистанции позади. Вот как примерный студент заправил футболочку в шортике. Хорошо, как на физкультуре, да, в школе, в пятом классе. Ну, я был там пару раз. Ой-ой-ой, сейчас опасный момент был. Молодец, молодец, уцепился. Уверенно идет, уверенно идет. Футболка, смотри, все-таки вылезла у него. Ай, футболка! Висит над водой, нормально, нормально. Браво! Поехали. Три, четыре, пять, шесть. Уверен, идет. Молодец, молодец. Чеканит. Раз он инженериал конструктора, я думаю, он себе дома построил что-то подобное. Перекинул кольцо через самое сложное препятствие в конце. Сейчас перебьется во вторую половину нашего разводного моста. Ты думаешь, он построил собственную трассу у себя? Да, и как иначе объяснить, то как легко он проходит. И посмотри, какой рывок. Молодец, Олег. Давай, мы тебя ждем. У тебя три попытки, чтобы добраться сюда, на вершину Малой горы. Сейчас, нужно рассчитать наклон горы, скорость, помножить там на свободное падение. Вот и вот это G. Интеграл не забудьте, интеграл обязательно. Ладно, я рэпер, отстаньте. Хорошо! Есть, Олег, здесь! Молодец, супер, супер, нажимай! Олег, подходи, ты большой молодец. Скажи, что было самое сложное в этом испытании для тебя? Самое сложное, это было перебороть волнение на грибах. Слушай, ну ты какими-то пользовался формулами, да, рассчитывал там, как правильно, куда... Я сначала в компьютере все прикинул, то есть все как положено, как надо. Красавчик! Слушай, ну честно скажу, ты менее атлетичный из всех, кто до тебя тут прыгал, но где они, где ты? Мне в силах дело, дело в голове. Спасибо, Олег. Ждем тебя в следующем этапе. Это был Олег Писахович. Он вошел в 10 лучших выпускников России 2021 года, а теперь и в десятку наших полуфиналистов. И так, к старту в отборочном туре готов Евгений Акимов. Евгений уникальный человек. Спорт – это то, что ему помогает в борьбе с онкологическим заболеванием. Спорт для меня в данном вопросе как раз и стал отравной точкой, что дальше жить и жить и жить. Я считаю, что именно спорт помогает, скажем, продлевать нормальную жизнь. Давай, папа, спускайся! Хотя врачи, не, нельзя там напрягаться и все прочее, но это моя жизнь. Я не могу, знаете, вот овощем лежать, все мне плохо, я умираю, там, дайте мне стакан воды, все, там, я забил на спорт. Наоборот, скорее всего, я забью на болезнь, но спортом буду заниматься. Сразу хочется сказать, что мне не важно, как он пройдет, я уже восхищен этим человеком. Это точно, я думаю, восхищены абсолютно все зрители, которые сейчас смотрят. В великолепной форме. Моя история все-таки, она связана с тем, что у меня есть дети. Я считаю, что отец, жизнь отца – это показательный пример для их будущего. Для меня очень важно передать, что папа сильный, здоровый, их очень любит. Поэтому, когда я от них тоже чувствую эти положительные эмоции, они дают мне возможность развиваться и двигаться дальше. Поэтому свою семью люблю, обнимаю, семья большая. И всем желаю здоровья. Евгений Акимов, мытищи. В великолепной форме. Браво. Отсчет. Стартовый сигнал. Один из самых возрастных участников нашего шоу «Русские ниндзя». Мне не нравится слово «возрастных», я бы сказал, один из отцов. Один из самых опытных, можно еще так выразиться. Тем временем Евгений уже перескакивает с косой ступени на косую ступень. Получилось, получилось. Кстати, врач-стоматолог, жена его тоже врач, такая медицинская семья у них. И поехал на пивне. Я бы там позади, держись. Молодец. Хорошо, браво. Удержался, удержался. Публика поддерживает его. Чуть не упал, он сейчас прям сердце немного ёкнуло. Молодец, молодец, Евгений. Очень жизнерадостный человек. Улыбка не покидает его лицо. Вообще, улыбка, да. Ты вроде казался, чуть вот все не закончилось, да? Так с улыбкой он идет по жизни. Смеюсь жизни в лицо, ха-ха-ха. Хорошие длинные, длинные ноги помогают ему, я думаю, на этом испытании. Дрожащие камни расположены достаточно широко друг от друга. Как обидно, как обидно. Четвертый шаг, по-моему, или пятый шаг не дался ему. Увы, увы, сейчас все наши зрители на ногах аплодируют Евгению. Его силе духа, да, его самоотверженности, его оптимизм. Это было круто. Ну, на самом деле, да, необычно. Наверное, все-таки волнение играет в своей роли, но у меня самая главная поддержка и радость от проекта. Конечно. Ну, а вам спасибо. Вы прекрасный участник. Спасибо и вам. В любом случае, лично для меня Акимовки Евгений победил. Наши атлеты не только сильные и мощные люди, но зачастую еще и полны контрастов. Как, например, Светлана Абрамова. Под личиной милой юной любительницы единорогов прячется чемпионка по многоборью. Я очень люблю розовый цвет, очень люблю единорогов и принцесс. Как бы это странно ни звучало. Мой образ, несомненно, выражает мою позицию. Что хочу, то и делаю. В общем, хочу розовые волосы, делаю розовые волосы. Хочу блесточки на глазах, хотя мне 22 года, делаю блесточки на глазах. Когда-нибудь она узнает, что единорогов не существует, а вот 5 миллионов вполне реальные. Я прекрасно понимаю, что здесь есть люди, которые в этом варятся, к этому готовятся. А у меня в Новосибирске единственное, что я нашла, это детский ниндзя-парк. Я пришла, там все очень маленькое и без варианта. Поэтому это будет очень хорошее испытание для меня и как урок. Я понимаю, что трасса будет тяжелая и необычная, но я готова. Быть причастной к такому большому проекту, это очень круто. Очень миленькие у нее одеяния. А под этими миленькими одеяниями прячется мощь. Прячется настоящий атлет. КМС по функциональному многоборью. Я думаю, на разы она меня бы вынесла вообще. Я думаю, приседает она точно больше, чем мы с тобой вместе взятые. О, да. Мне кажется, что вот эти лозинки были куплены в том же отделе, где я покупаю Аленочку вещи. Итак, таймер. Погнали. Есть. Ну что ж, не торопится Светлана, не торопится. Я уже все жду, когда кто-нибудь просто вплавь пойдет. Просто сразу на пятую ступень попытается перескочить. Нет, нет, здесь все по очереди. Расчетливые прыжки. Хорошо. Не больше двух-трех секунд. Давай за всех единорогов страны. Задание Милохина. Ай, не надо. Неплохо, неплохо. Последняя ступень. Молодец. Умничка. Девочки проходят трассу очень аккуратно, изящно. Сейчас нужно как следует обхватиться и руками, и ногами за наш перископ, чтобы пережить это впадение. Как это классно прозвучало. Да, отлично. И рывок. Отлично. Есть, есть, немного споткнулась в конце, спрыгивая. А вот сейчас будет самое интересное. Что-то мне подсказывает, вот где-то вот чуйка какая-то. Какую тактику она изберет? Я думаю, она призовет некого крылатого единорога. И перелетит. И перелетит, конечно. Я бы на ее месте только так делал. На этом этапе пользоваться руками нельзя. Только ноги. Хорошо. Первый шаг. А, и все, коснулась руками. Было ли касанием? Наши судьи сейчас вынесут свое решение. Пока нет еще сигнала, они просматривают. Куда рука? Увы, коснулась рукой одного из дрожащих камней. И застряла. И вот сейчас или купаться, или доходить до конца. Ей кричат, дойди уже, покажи им всем. Мол, сделай это ради себя. Увы, путь на трассе отборочного этапа русского ниндзя для Светланы закончен. Я прям переживаю. Пробило тебя немного на мелоту, конечно. Вообще. Вышла сухой из воды буквально наша девочка. Аплодисменты. Умничка. Вперед. Наше шоу уникально тем, что в нем участвуют больше призеров чемпионатов мира и Европы, чем в принципе есть в некоторых странах. И сейчас их станет на одного больше. Андрей Крайтер. Двукратный чемпион мира и участник Олимпийских игр в гребле на каное. Переживаю. Но это очень интересно. Это вызов. Другая для меня стихия. Обычно я вообще в воде. Здесь нужно в воду не попасть. Поэтому я хочу поймать кураж и просто достойно дойти, куда дойду. Самая главная мотивация – это добежать до верха, чтобы пожать Алишерке руку. Отличная мотивация. На большинстве препятствий придется бежать с помощью рук, которые у профессионального гребца, очевидно, очень сильные. Но вот какие у него ноги покажет только одно наше испытание. Дрожащие камни или дрожащие грибы, как их называют участники, уже смотри, одной ногой он стоит, балансирует. Стой, 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 стой! Опускает сейчас так, чтобы сохранить. Ай, коснулся рукой. Было касание, было. Зато как эффектно. Было касание рукой. К сожалению, это дисквалификация. На третьем этапе на дрожащих камнях руками касаться препятствий нельзя. Андрей, как эффектно, как красиво. Видно, что упала звезда. Да, на самом деле вода моя стихия. Видите, вода меня все-таки тянет. Но если падать, падать красиво. Спасибо. Было круто. Спасибо вам. Спасибо. Увы, даже настоящие мастера спорта не могут одолеть даже дистанцию. Это свидетельство о том, что действительно сложная полоса препятствий шоу «Русский ниндзя». Также не прошли отборочный этап. Трехкратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике среди юниоров Карина Асмус. Серебряный призер чемпионата Европы по прыжкам в воду Евгений Новоселов. Еще одна звезда. У нее в арсенале титул четырехкратной чемпионки мира по пилонному спорту. Полина Волчек. Нет! Нет! Ну почему? Скажи нам про свой спорт. Что это за такой интересный вид спорта? Пилонный спорт. Мы буквально с коллегами с Федерации пилонного спорта и воздушной гимнастики в апреле месяце признали его официальным видом спорта в России. Аплодисменты! Мы поздравляем тебя! Пилонным спортом в России занимается огромное количество человек. Ты мне скажи, у меня получится? Это не совсем спорт, но получится. На данный момент лишь один спортсмен смог нажать на кнопку. Но отборочный тур продолжается. Посмотрим, изменится ли расклад. Пройти нашу полосу препятствий сейчас попытается атлет с псевдонимом Василий Чудеса. Крайне эпатажный мужчина, что заметно по его внешнему виду. Я магию создаю с помощью ловкости рук. И эти же руки помогли мне завоевать дважды титул чемпиона Украины по греко-римской борьбе. Я 15 лет посвятил профессиональному спорту. И в какой-то момент меня увлек мир магии. И я начал пробовать выступать перед детьми. И на первом своем выступлении я провалился. Так как я спортсмен, вызов был принят. И я сделал максимум, чтобы стать лучшим в своей профессии. Шоу «Русский ниндзя» для меня тоже является вызовом. Я дважды пробовал проходить полосу и досрочно сходил в дистанции. Но третий раз для меня должен быть счастливым в этом чудесатом образе. Я обязательно дойду до финала. Много хочется сказать, но много нельзя говорить в эфире. Поэтому я просто скажу, я ошеломлёт. Слушай, ну я подозреваю, какая любимая книга Василия. Нет, ладно, знаешь, эпатаж я на самом деле очень уважаю. И это на самом деле сложная работа. Стоим тут, комментируем, мёрзнем. А тут, опа, молодой человек в шляпе. С красивыми глазами, которых я очень боюсь. Ага, вот и таймер пошёл. Хорошо, таймер запустили сейчас. Решили поторопить его немножко. Запустил свой фейерверк. Надеюсь, это будет неплохо, что это мой тёска. Так, всё-таки не понял он, что таймер прошёл. И знаешь, однако половина меня очень хочет, чтобы он дошёл до нас и поговорить с ним. Вторая половина очень этого боится. Я всё ждал, когда же он закончит раздеваться. Вроде закончил. Ну что ж, первое препятствие косые ступени. Есть, первая ступень. Ну неплохо. Я думал, он сразу решит нырнуть просто в воду. Я всё жду, когда он просто начнёт левитировать, зависит в воздухе и, знаешь, просто вот долетит до нас вот так вот. Он не настолько крутой фокусник, как оказалось. Как показывает практика, но тем не менее, со своими фокусами он проходит первое препятствие. Косые ступени позади. Значит, мне кажется, юбчонка не очень ему поможет. Сейчас, когда он будет обхватывать ногами перископ, юбка – это не самая лучшая одежда. А он не стал обхватывать, кстати, ногами перископ. Молодец, сильные руки. Всё-таки крикорская борьба. Как он играет своей мимикой. Сейчас как бы не намокла его мимика. Ой, сейчас, да, не смылся бы весь макияж. Первый шаг на камнях был сделан. Широко расставил ноги. Хорошо, что юбка достаточно длинная. Есть какие-то правила, как в школе, знаешь, сколько-то сантиметров от колена, ниже колена и так далее? Не знаю, нужно будет поговорить с судьями. Вообще, разрешённый это гардероб для выступления или нет? А это вообще участник или он так, типа, мимо проходил? Это фокусник, Василий. Тем не менее, будет очень интересно за ним понаблюдать. И знаешь, управляется-то он с испытаниями. Пока что неплохо. Да я бы даже сказал, получше некоторых. Сейчас повернулся лицом к трибунам. Сейчас выставит вперёд ногу. Я думаю, откроет всеобщему обозрению. Последний рывок. Свой гардероб под юбкой. Последний рывок. Хорошо, хорошо, держись. Руками не трогай. Молодец. Уже начинаю поддерживать Василия. Хорошо справляется. Молодец. Один жак, один жак. Держись, держись. Хорошо, не торопится. Очень расчётлив Василий. Прыжок. Прыжок. Отлично, молодец. Завоёвывает, завоёвывает. Потихоньку публику сначала не знали. Испугался чего-то. Наши зрители чего ожидать? Будут ли ещё фокусы в его рукаве? А вот смотри-ка, заправляет юбчонку-то свою. А, там, в общем-то... Предусмотрительный Василий. Предусмотрительные ритузы были у него под юбкой. Так что ничего страшного. Хорошо. Хорошо. Сейчас навесные кольца. Посмотрим, как у него с силой верхней плечевого пояса. Что-то стартанул вам не очень уверенно. А хотя нет, смотри, пошёл-то как, а? Тяжело разгадать его выражение лица, потому что там скрывают толстенный слой макияжа. Поэтому невозможно, невозможно прочитать, что же на лице у Василия. Как думаешь, он больше готовился физически или красился? Я думаю, наши гримеры, если это делали они, потратили на него очень много времени. Но тем не менее... Тем не менее, это позади. Молодец, молодец, Василий. Хорошо. Три с половиной минуты уже позади. И два испытания между ним, красной кнопкой, и этим местом между мной и Алишером, где у нас накопились вопросы. Не то слово. Что, он решил выправить всё-таки юбочку свою? А, я понял. Очень предусмотрительно, кстати, действует Василий, несмотря на весь эпатаж. Он понимал, что повиснув на сети, его юбка может... Да, ты сразу что не понял? Не-не-не, я только сейчас. Тот Василий, кстати, умнее этого Василия. Он молодец, молодец. Этот клоун что-то знает. Давай, 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 Василий. Двигайся вперёд. Хорошо, не останавливайся без пауз. Лучше пройти наш разводной мост, сохранить немного энергии на вторую половину. Ошибки наша трасса не прощает. Здесь нужно перехватиться за кольцо, висящее на другой половине, чтобы в дальнейшем спуститься по этой небольшой горочке. Хорошо, держись, держись, держись. Здесь нужно таким прыжком преодолеть штырь. С первой попытки это не удаётся Василию. Хорошо, отлично, отлично. Поймай равновесие сейчас. Спрыгни на платформу, отлично. Так, вот тоже остался последний этап. Все замерли. Первая попытка. У него их три, напоминаю. Замерла публика. Все замерли. Я сам замер. Что уж там, я тоже. Давай, 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 немного шума, ребята. Хорошо, вот теперь действительно чувствуется, что мы на спортивном состязании. Давай, 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 почти. Почти, одной рукой он прыгал. Мне достает. Хорошо, разгонись, Василий. У тебя ещё две попытки. Время не так важно, как важно просто закончить. Василий, вспомни эти часы грима. Неужели всё это зря? Эти линзы? Эти фокусы? Неужели всё это было? Нет, это уже не зря. Это уже не зря, но ведь хочется продолжения. Свою минуту славы он уже поймал. Заработал на СТС. Хорошо, но не совсем. Не совсем. Я думаю, публике он очень понравился. Одной половине публики понравился, второй не понравился. В принципе, коллега мой. Постучал головой по дереву. Сейчас Василий три раза. Ну что ж, последняя попытка, третья. Хорошо разгонись и цепляйся. Цепляйся. Давайте шуму немножко, шуму, ребята. Давай, Василий. Нет, увы, увы, третья попытка. Неудачная малая гора останавливает Василия. Что ж, косплей на «Русский ниндзе» не удался. Ну, посмотрим. Я думаю, что ещё остаётся у Василия шанс. Эх, дорогой мой любимый коллега-клоун. Удачи тебе, удачи. Надеюсь, мы ещё увидимся. Василий, не расстраивайтесь. Вся эта поддержка для вас. Такого в этом сезоне проекта «Русский ниндзе» ещё не было. Участники успешно проходят всю полосу, но не могут забраться на малую гору и нажать на кнопку. Этот злополучный сценарий повторил также психолог из Москвы Ливон Ананян. Кнопка ждёт твою ладошку. Давай, 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 ещё. Увы, увы. И вот он, красный свет, вот он, этот неприятный звук. Тот же красный свет и неприятный звук ожидала экстремала из Тольятти Никиту Фёдорова. Давай, 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 давай. Не позволяет ему. Опять подскользнулась вот эта его опорная нога перед самым заключительным прыжком. И увы, увы, увы. На данный момент уже 20 атлетов прошли отборочные испытания. И лишь один из них смог нажать на кнопку. Но впереди ещё несколько участников ждут своего старта. Надеюсь, им удастся перевернуть ход соревнований и доказать, что эту самую сложную трассу в мире всё-таки можно пройти до конца. Как в рамках проекта «Русские ниндзя» проходить испытания и оставаться красивой? Лаборатория «Либридерм» разработала гиалуроновые кремы «Экорефил» для чувствительной, сухой и жирной кожи. Просто подбери гиалуроновый крем «Экорефил» «Либридерм» для своего типа кожи и будь красивой всегда. Если для большинства тех, кто выходит на трассу, основной инвентарь – это штанга и гантели, то для Алексея Ударцева – это балалайка. Алексея отчислили из музыкалки за хулиганство, и он решил пойти в бокс. Видимо, чтобы подловить директора музыкалки. Надеюсь, с ним всё в порядке. Будет. Алексей Ударцев, Екатеринбург. В детстве я был энергичным ребёнком, таким даже немного хулиганистым. Но родители мою энергию решили направить немного не в то русло, пытались меня усмирить. Отдали в художественную школу, потом в музыкальную по классу баяна и балалайки. Но мне это не очень нравилось, хоть и неплохо получалось. В итоге из-за плохого поведения меня из неё выгнали. Моя неуёмная энергия пригодилась мне в спорте. То есть я начал заниматься борьбой, боксом, пауэрлифтингом. Ну а сейчас я занимаюсь реабилитацией, лечу людей. Я хочу доказать, что балалайшники тоже могут быть отличными спортсменами. И я хочу завоевать титул проекта «Русский минус». Ну что ж, Алексей уже на старте. Вперёд! Давай, Лёша! Поехали. Начало. Алексей, мы тебя здесь ждём. Будь осторожен. Я за него болею, так как у нас с ним много общего, и он его тоже отчислили. Да, нам будет о чём поговорить. Хорошо, идёт дальше. Молодец. Очень легко. Ой-ой-ой-ой, хорошо! Фу! Отлично. Перископ позади улыбается. Алексей машет. Ну знаешь, Алексей утверждает, что у него дефицит внимания, и это причина, по которой он хочет стать популярным. Поэтому я очень его понимаю. Но нас мама в детстве недолюбила просто. Есть последний прыжок. Хорошо, последний шаг. Есть! О да. Есть! Толпа ликует. Навесные кольца. Только руками можно здесь пользоваться. Я бы посмотрел на человека, который ногами их пройдёт. Ну это было бы интересно. Внесло бы перчинку, так сказать, в наше шоу. Хорошо. Висит на одной руке сейчас очень легко. Хорошо, молодца, молодца. Давай. Он не мог сразу, наверное, продумать технику для прохождения. Вот повисел на одной реке, понял, что, может быть, здесь он... Вниманием попитался немножко, да? Вниманием питается каждую секунду. Он успевает висеть вниз головой на сети, успевает махать кому-то на трибуне. Очень уверенно. Отлично, уверенно проходит. Супер. О, о, брейк-данс пошёл. Помахал судьям. Сейчас исполнил брейк-данс. Неплохо, неплохо. Это было красиво. Флиртун. Посмотрим, как сильно он накачал свои руки, учась в музыкальной школе. Хорошо идёт пока что. Первая половина разводного моста почти позади. Я бы сказал, вот уже финальные аккорды близко. Хорошо, сейчас главное вот этот переход совершить. Есть. Ну что такое? Он раскачивается. А, он хочет сразу прыгать? Да, 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 да. Ну давай, держись, 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 держись. Есть! Есть! Молодец! 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 Хорошо, хорошо идёт, Алексей. Хорошо. Ждём тебя здесь. Три попытки, напоминаю. Давай, давай. Сперва часа. Вспомни, вспомни того директора, что отчислял тебя. Добеги до этой кнопочки. Лёшенька, давай. Мы тебя поддерживаем здесь. Давай. Есть! Есть! Отлично. Сюда его. Супер. Да! Пожалуйста, аплодисменты. Алексей, удавайте вашему вниманию. Молодец, это было отличное прохождение. Скажи, что тебя вдохновляет для... У меня это Лишер. Отличный ответ. Кому хочешь передать привет? Маме, папе, друзьям. Кирилл, Антон, Миша, Шама. Всем пацанам на родину. Салам алейкум. А, Даша! Я же здесь. Ладно, не получилось. Хотелось немножечко скандальности унести. Ну что ж, это был хулиган, спортсмен и просто Алексей Ударцев. Некоторых атлетов приводят на наш проект не самые приятные жизненные ситуации. Например, Семён К. Котлев из Псковской области хочет восстановить дом своей мамы после пожара. Поэтому деньги ему очень нужны. Я приехал на телешоу «Русский ниндзэ» побороться за денежный приз. Мне очень много сил придает то, что моя мама приехала поддержать меня. Соответственно, я приехал сюда только побеждать. И главный приз я заберу. На строительство нового дома для своей мамы. Так как у нее дом сгорел. Естественно, я волнуюсь. Но я, так как спортсмен, готов просто рвать. Уже пустите меня на трассу, на препятствия. Я покажу на все, что я способен. Расскажите, волновался сын сегодня? Конечно, волновался. Я очень сильно волнуюсь. Переживаюсь и переживаю. Не знаю уже, как смотреть даже. Давайте просто за него болеть. Да, будем болеть за него. И удачи ему. Большой удачи. Первое препятствие. Косые ступени. Даже руки не используются. Семен, пока очень легко проходят. Играющий, играющий. Главное не заиграться. Хорошо, хорошо. Это верно. Молодец, мама, молодец. Отлично прошел первое испытание на легке. Коварный перископ его ждет в следующем. Здесь главное хорошенько оттолкнуться в начале. Хорошо, хорошо. Но не было толчка. Семен, посмотрим. Вроде есть небольшой импульс. Хорошо, прыгнул. Молодец, молодец. Двигаемся дальше. Я не могу смотреть. Пожалуйста, пожалуйста. Слушай, вот у него, да, у него, конечно, как ни у кого мотивация. Вам страшно смотреть? Да. Смотрите на меня. Я Ида. Хорошо. Очень приятно. Красивая Ида. Спасибо. Давай, не дрожи на камнях, братан. Вперед. Мотивация – это огромная часть будущего успеха. Поэтому у него есть цель, есть мотивация. И, по-моему, есть неплохие физические данные. Посмотрим, как он справится со следующим испытанием. И вон уже проходит дрожащие камни, которые стольких свалили в воду. Кстати, ой, мама переживает очень. Мама очень переживает. Оно и понятно. Слушай, ну не особо он дрожит на дрожащих камнях. Как-то спокойно, размеренно. Но он и не торопится. То есть если он выдерживает эти паузы, кстати, да, камни под его ногами не дрожат. Да, да, да. Удивительно. А его, ну, такой хороший, неплохой физической подготовкой. Как это называется? Вот эти микромышцы, да? Мышцы антагонисты, мышцы балансировщики. Я не понимаю, точно, да. В общем, без баланса у него все в порядке. Осторожно. Два шага разделяет сейчас Семена и спасительную платформу перед четвертым этапом. Еще один шаг. Или прыжок. Посмотрим, что выберет Семен. Встает двумя ногами. И прыжок. Отлично, отлично. Умничка. Давай, улыбка на лице мамы. Лучшая награда. Не ожидая, не рассусоливая, в общем, сразу прыгает на навесные кольца. Он прям как тарзан, чисто по джунглям. Нормально, короче. Чуть-чуть осталось, давай. Как будто он прям заряженный. Слушай, хорошо. Людмила Владимировна, получается. Я знаю, что у меня самый лучший сын. Семен движется уже по предпоследнему препятствию. Разводной мост. Половина позади почти. Хорошо. Одно движение руки. Перехватывает немного хват. Отлично. Преодолевает первое препятствие. Второе. Отлично. И вот он уже рядом. Как Алексей Немов соскакивает сейчас, Семен. Да что, надо взлететь. Надо взлететь точно. Так, вот оно, бабки уже близко. Всего лишь нужно по стене пробежать. Давай, Семен, мы тебя ждем. Давай, надо настраивать сам себя. Семен. Боевой клич. Хороший разбег. Отлично. Отлично, Семен. Да. Да. Поздравляем. Это был такой уверенный проход. Ты по времени второй за сегодня. Поэтому у тебя все шансы попасть в гонку лидеров. И отдельное хочется сказать спасибо маме. Она так тебя поддерживала аж до слез. Не хочешь что-нибудь сказать ей? Спасибо маме. Отлично. Вот. И для меня это было мотивацией. Спасибо, Семен. Ты сегодня был силен и быстрый. Проходи, ты был молодец. Ждем тебя в следующем этапе. И даже на гонке лидеров. Надеюсь, мы тебя увидим. Семен Кокотлиф. Вот он действительно сейчас уже может запах-то денежек призовы почувствовать. У нас осталось не так много участников. И на данный момент лишь трое смогли нажать на эту кнопочку. Эти трое занимают первые строчки в турнирной таблице. А значит, нашим следующим участникам, чтобы гарантировать себе место в полуфинале, нужно обязательно пройти малую гору. Время вообще не важно. Главное – нажать на кнопку. Может быть, поэтому наш следующий атлет Артем Чекин из города Ступино перед тем, как выйти на старт, был не очень уверен в себе? Блин, куда я попал? Там такие чуваки. У одного там пять рекордов Гиннеса, другой там чемпион мира по борьбе. Там вообще все, короче, олимпийские чемпионы, я такой думаю. А я вот парень со Ступино приехал просто. Но с успехом и даже местами в танце прошел все пять препятствий. Перед малой горой его настрой стал более решительным. Итак, внимание, станет ли Артем нашим следующим полуфиналистом? Красавчик! Чуть-чуть остается. Три попытки, мы тебя ждем здесь. Давай, 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 не торопись. Главное – залезть. И ты в полуфинале. Ну что, давай, мы ждем твой победный танец здесь наверху. Кнопку нажимаешь – включается биток. Реально. Веришь, брат, и получится? Ну, конечно. Это же легко. Три попытки, напоминаю, есть у Артема. Ты же высоченный, тебе просто подойти и прыгнуть. Первая попытка. Давай, 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 еще. Есть! Есть! И он забирается на вершину. Артем. Красавчик! Танец объедителя будет. Привет! Вот это прохождение. Так, скажи, правда, кто из вас Артем? Очень крутые усы. Спасибо большое. Вообще кайф. Пойдет? Да, ладно. Кто из вас Артем сразу? Это он или ты? Мы менялись, когда бежали. Ага. Пока никто не видел. Это Станислав. А это Мацина! Я Ида. Маргенштейн ничего не запоминает. Так, у нас к тебе очень много вопросов. Давай, первый, первый. Во-первых, с самого начала у тебя была какая-то тактика, ты ее придерживался? С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживал. Спасибо. Отлично. Победный битбокс можешь исполнить? Мы его поддержим. Можно? Ей. В путь. Давай, давай, вставай поближе. Вот она, мелодия победы! Спасибо, красавчик. Давай, буду знать. Надо будет проверить, что это точно будет Артем в следующем этапе. А мы его поздравляем с прекрасным прохождением нашего отборочного тура. Браво! Далее стартовать уже готов Ислам Кадзоев. Отец не верит, что Ислам может победить в нашем шоу. И сейчас он попробует доказать бате, что тот ошибается. Ну или нет. Ну, сейчас узнаем. Я с детства мечтал стать героем, и проект «Руиски ниндзя» – это идеальный вариант для меня, чтобы осуществить свою мечту. Мой отец всю свою жизнь пьет, и из-за этого в нашей семье постоянно бывают скандалы. У меня, младше меня, есть 6 сестер. Моя мама работает на двух работах, пытается прокормить нашу семью. Если я выиграю проект «Руиски ниндзя», я хочу вылечить своего отца от алкогольной зависимости и помочь своей маме с деньгами. Моя мама верит, что я выиграю этот проект, но отец думает, что я не смогу. Но я хочу доказать ему, что я чемпион. Отец, ради тебя я готов сделать все, дашь выиграть проект «Руиски ниндзя», но ты должен бросить пить ради меня, ради нашей семьи. Я с 2018 года мечтаю попасть на этот проект. Я жестко тренировался у себя на заднем дворе, я построил полосу препятствий, так что я готов на все сходы. Погнали. Мама Фатима и сестренка Аиша, здравствуйте. Здравствуйте. Волнуйтесь? Очень. Знаешь, когда в тебя не верят родные, это одновременно и худшая мотивация, и лучшая мотивация. Потому что кому, как ни отцу, который в тебя не верит, хочется доказать. Смотри, я твой сын, я все могу. Ну сейчас посмотрим, как у него это получится. Я думаю, то, что он здесь, это уже о многом говорит, о его характере. Пожелаем удачи. Давай. Покажи батьку. Так, косые ступени, две позади, на третью перескакивает. Пока уверенно идет, сейчас самая сложная, пятая ступень, она на возвышенности находится. Молодец, цепляется, цепляется, удержался. Хорошо, первый этап позади. Браво, молодец! Перескоп перед ним. Руки, ноги, все тело, всем телом обхватиться нужно за наш перескоп. Проехать по рельсе. Заветная бревнышка. Хорошо, отлично. Так, впереди самое, наверное, неприятное испытание. Ислам не самого высокого роста, центр тяжести у него достаточно низко находится, поэтому здесь есть определенное преимущество. Кажется, он решил с разбега пройти. Ну что ж, Ислам, давайте публикой, может быть, его поддержим погромче немножко. Решил с разбега. А нет, 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 передумал. Но ничего, бывает. Главное, эффективно это сделать. Нет, смотри, все-таки будет бежать. А, он подбирает шаги и считает, сколько шагов нужно, чтобы разбежаться и оттолкнуться. Оттолкнуться от этой доски. Выбрать правильную ногу тоже важно. Пошел. Раз, два. Увы, увы. Как обидно. Не хватило длины прыжка. Второй прыжок его подвел. Очень расстроен Ислам. Но не стоит ему расстраиваться. Не стоит, Ислам. Между прочим, да, прошли-то далеко не все десятки тысяч заявок. Хочется сказать отцу Ислама, что ваш сын уже герой, что хотя бы просто сюда попал. Задумайтесь, задумайтесь. Я хочу матч-реванш. В следующем году я уничтожу это полностью. Я наберу сумасшедшую форму и возьму матч-реванш. Так что погнали. Мы вас будем ждать. Не покорилась трасса и следующим спортсменам. Сначала дрожащие камни отправили в бассейн сочинца Максима Белова. А следом за ним на препятствии разводной мост искупаться пришлось и айти-специалисту Ивану Еремину. Отборочный тур подходит к концу. Осталось всего два участника. И сейчас трассу проходят адвокаты Симферополя Ильхам Гусейнов. Как многим другим сегодня, ему удается пройти все пять препятствий. И вот он перед финальным испытанием. Что же будет дальше? Малая гора, девочка! Молодец! Давай, мам! Заключительное испытание. Малая гора. Три попытки. Хорошо разогнаться. С первача сделаешь. С первача. Я думаю, что с первого раза сделаешь. Ай! Блин! Я имел в виду со второго. Ну и да, я тоже. Еще две попытки. Две попытки. Вот так. Вы вообще не волнуйтесь, пожалуйста. Вам нельзя волновать. Ждем с Решером. Мы вот здесь наверху. Кнопка светится. Все готово. Нужно только добраться. Начальный рывок. Очень важен. Поехали. Давай, 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 давай. Есть! Есть! Додавка! Голова есть! Есть! Иршал! Кнопку! Супер! Решер, поздравляем! Поздравляем! Проходи к нам. Скажи, переживал, нервничал? Проходи отрасли. Нервничал. Спасибо ребятам, которые поддерживают моей семье. Очень классный плакат видели вообще. Поддержка на уровне. Что тебя вдохновляет? Мне вдохновляет то, что, когда я занимаюсь спортом, мне дается энергетика, которую я применяю при защите по уголовным и гражданским делам в качестве адвоката. Супер успех у тебя! Отличная у тебя работа, помимо того, что ты прекрасный спортсмен, я думаю, нам еще будет о чем поговорить. Удачи, Ильхам! Увидимся в следующем этапе. Ну что, поздравляем Ильхама! Бегите, бегите, бегите! Вперед! Да, в полуфинал! Отборочный тур выходит на финишную прямую. Последний участник на сегодня. Дэвид Абайоми Самуэль. Дэвид крайне успешно занимается панкратионом и грэплингом. И многими другими штуками, о которых я впервые слышал. Начну свою историю с того, что я выкарабкался из дна, потому что с рождения я был на инвалидности. Семь лет был на инвалидности. Я астматик сам. Сейчас, слава богу, я не болею. В теле здоровый дух. На этом проекте я думаю, что я самый романтический участник. Ведь утром я тренируюсь, днем я дерусь, а вечером я читаю романтические книги. Также я ходил на кружок вязания. Я вязал сумочки, шарфики. И мне, честно, это очень нравилось. И, честно, хочу сейчас спицами научиться. Но моим соперникам не стоит расслабляться. Я чемпион Европы смешанных единоборств. И трассу я вашу не почувствую. И пройду ее легко. Я, как-никак другой, заряжен на победу. И хочу выиграть титул русского ниндзя. Поскорее бы пройти, выиграть, забрать главный приз. Никто же еще не забирал его. Но вот в русский ниндзя такой парень заберет. Думаю, ничего себе, крутяк будет. Дэвид уже на старте. Ну давай, три, два, один. Без файл-стартов, Дэвид, без файл-стартов можно начинать. Покажи, что ты можешь, Дэвид. Все время он какой-то, знаешь, раскачивается, как будто он реально танцует капоэра. Так он знает, что он, между прочим, чемпион Европы по Союзу ММА. То есть он использует капоэр в ММА? Интересно. Хочется посмотреть на его бои. Да. Хочется поучаствовать в бою с ним. Как минимум это весело. Отлично, отлично. Косые ступени уже позади. Сейчас коварное, коварное препятствие. Нужно раскачаться, напоминаю, потому что уже столько участников пострадало и оказалось в воде. Так, ну здесь он прям берет разбег. Молодец, молодец. Он явно летел. Ратуился тактически. Спокойно, легко. Оп, оп. Что это сейчас было? Дэвид устраивает настоящий перформанс. Это какой-то приступ. А, смотри. Вызывает, вызывает на бой кого-то. Молодец, Дэвид. Подожди, подожди, драться. Пройди сначала эту трассу. Дэвид, помни про время. Я не хочу плавать. Кричите, я не хочу плавать. Можно не отспешить. Но опять же, тяжело даже просто стоять. Посмотри. Эти шатающиеся камни, мне нервы шатают. Я не могу уже. О, держись, держись, держись. Мне показалось, знаешь, что он делает? Он прям с камнями говорит. Он такой, типа, сейчас ты будешь дрожать, я тебе его и как покажу. Он играет с публикой немного, видел? На болевой возьмет чисто камень. Он зашатался, зашатался, а потом сделал вид, что это какая-то ерунда, что ничего не происходит. Он специально шатается, я думаю. Думаешь? Все они такие банкогритин и грепплинг... Бонторезы. Да. Не говори, может, я это сказал. Хорошо. Зачем лишняя память, друзья? По-моему, он успевает поговорить с кем-то из публики. Прямо сейчас, пока проходит. Молодец, отлично. Три испытания позади. Это тоже какое-то боевое движение. Танец Победы из Фортнайта практически. Он, между прочим, раньше занимался бальными танцами. А, да? Да это заметно. Это неплохо двигается. Ну да. Хорошая такая карьерная лестница с бальных танцев в ММА. А может, наоборот? В каждом бойце есть... Танцор. Танцор. В каждом танцоре есть боец. Так, поехали дальше. Три кольца позади. Есть. Хорошо раскачивается. Лучше просто поболеем за нашего... Дэвида. Дэвида. Плохая. Холодная. Холодная. Дэвид уже пролазит под сетью. Молодец. Пытается избавиться. Запуталась одна из его... Стоп. Молодец. Молодец. Да, да. Перед ним разводной мост. Предпоследнее препятствие. Перед Малой горой. Очень нравится залу Дэвид. Как они его поддерживают, переживают. Да, и чего греха таить, и мне нравится. Так, аплодисменты. Так, подвис. Нет, нет, это опять же... По-моему, это так, чтобы с публикой поиграть, да? Эмоции вызвать. Создать интригу, так сказать, небольшую. Молодец, молодец, Дэвид. Ну, публика его любит и поддерживает. Он добился своего уже, как минимум. Недюжинных актерских способностей. Дэвид, молодец. Рыбочек, давай. Ай, хорошо. Есть, есть. Вот это скорость и решительность. Заключительное испытание ждет Дэвида. Малая гора, которая покорялась далеко не всем сегодня. Далеко не всем. Ой, как мало человек смогли сюда забраться и нажаться. Ой, хоть бы получилось. Отправляем это все свои силы и эмоции в космос. Давай, первая попытка. Хорошо, отличный. Есть, есть. Есть, Дэвид на вершине. Молодец. Царь говорит, отличный победный танец. Он это заслужил. Супер, супер. Танец победителя. Поздравляем тебя, заходи к нам. Шикарный мужчина, шикарная трасса, шикарный проект. Это «Русский ниндзя» на СТС. Ты заслужил эти овации. Давай еще раз, еще раз овации. Молодец. Скажи, ты нервничал во время прохождения? Нет, потому что я покушал. Так, нормально. А с кем разговаривал ты там? Сам с собой там. Нормально. Тебя хорошо поддерживали. Да, вообще четкие. Спасибо большое. Дэвид, желаем тебе удачи в следующем этапе. Ты молодец. Классно проходил, классно танцевал сегодня. Сохраняй свою бешеную энергию. Красавчик. Дай тебе тебе твою бешеную. Опа. Еще раз, отдельная респектурка. Дэвид Самуэль и его победный танец. Нашего «Русский ниндзя». Отборочный этап завершен. И для кого-то он оказался как первым, так и последним. Потому что до конца нашей трассы смогли дойти только шесть участников. Поэтому еще четверо могут гордо зваться «Лаки Лузерс». Ведь, несмотря на поражение, они проходят в полуфинал. Это участники, которые показали лучшее время среди проигравших. Но радоваться Яма на их месте не спешил. Потому что дальше их ждет еще более сложная полуфинальная полоса препятствий. Но перед тем, как приступить к полуфиналу, нас ждет еще один этап – гонка лидеров. Поединок за прямое попадание в финал. На этом этапе участники стартуют одновременно. Сначала они заберутся наверх по ступеням. Потом спустятся вниз по канатам. И затем, используя только руки, доберутся до платформы. На этой платформе находится кнопка. Тот, кто первый нажмет на нее и услышит звуковой сигнал, тот и выиграл. На этом этапе примут участие два атлета, показавшие лучший результат в отборочном туре. Алексей Ударцев! А также Семен Кокотлев. Мама, Люда, дышим. И ты дыши, и ты дыши. Напомню тебе про наших лидеров. Семен Кокотлев, тренер по кроссфиту. Прошел отборочную трассу за 3 минуты и 18 секунд. Перед этой гонкой, перед стартом, я чувствую абсолютно настроенным себя на победу. Я готов рвать. И мне все равно, кто будет моим соперником. А его соперник, любитель балалайки, Алексей Ударцев прошел трассу лишь на 5 секунд быстрее. Во время прохождения трассы, на самом деле, никаких сложностей не испытал. Раз я участвовал в гонке лидеров и показал первое время в нашем забеге, будет сильная конкуренция. А соперник будет у меня тоже сильный парень. Ну, поборемся. Я тоже не лыком шил. Мама, Люда, девушка, Даша, мы все готовы. Гонка лидеров начинается прямо сейчас. На насчет и старта наши участники начинают свое восхождение. Смотри, как быстро бежит Алексей. Он не зря играет на балалайке, он еще и неплохо залезает по высоким ступеням. Он уже... Ой-ой-ой, чуть не сорвался сейчас. Промахивается, не может, не может взять. Не может дотянуться. Третье кольцо. Тем временем Семен уже уверенно идет вперед. Не очень расторопно, но очень терпеливо движется вперед. Смотри, нагоняет, нагоняет балалайшник-то. Смотри, не хватает ему. Он сейчас чуть не сорвался, смотри, закрутило. Раскачаться ему необходимо, чтобы перехватить, потому что на приличном расстоянии находятся эти разные навесные предметы, за которые необходимо ухватиться. Давайте, ради мамы, ради Даши. А еще? Семен пока очень уверен. На рукоход перебирается, смотри. Какая-то... Семен перебирается на рукоход. Не расстраивайся, не расстраивайся. Ну что ж, посмотрим, дойдет ли Семен. Ну что ж, Алексей точно уже мимо финала. Напрямую, но через полуфинал. Так, ну что, Семен, сейчас нужно раскачаться. Последний рывочек, давай. Как следует и нажать кнопку. И в этой схватке, кажется, побеждает кроссфит. Семен Кокотли в кроссфит попадает напрямую в финал. Лучше, чем балалайка в данном этапе. А я за балалайку вообще. Мы тебя поздравляем, съедим тебя громко. Мы так сроднились с мамой твоей, что жрите меня в гости, хорошо? Хорошо. Добрый день. Поздравляем чемпиона нашего финалиста. Ты быстрее, чем твой соперник, взобрался на эту гору по ступеням. Потом, что пошло не так? Ну потом, как видишь, не хватило силы мне. Ручки слабенькие оказались. Вот, Семен, подготовленный парень. Он молодец, зашел до конца. Победа в гонке лидеров напрямую выводит победителя в финал. Но и поражение тоже не такой уж страшный фейл. Во-первых, проигравший остается в проекте. А во-вторых, получает утешительный приз от Альфа-банка. Вот, пожалуйста, Алексей. Спасибо, Альфа-банк. Ну что ж, надеюсь, ты сможешь реабилитироваться в полуфинале. Удачи. Еще увидимся. Итак, девять человек сделали первый шаг на пути к финалу. Но пока от него далеки. Развязка близка. Потому что мы переходим к полуфинальному этапу международного шоу «Русский ниндзя». Семен Кокотлев уже в финале. И сейчас к нему могут присоединиться еще трое участников. Для этого им нужно пройти полосу из пяти препятствий. На первом необходимо ускориться. На втором пересечь бассейн с помощью гигантской бабочки. На третьем взобраться вверх на переставном турнике. И далее, цепляясь руками за карнизы, оказаться у финального препятствия – дымоход, на вершине которого нужно нажать на кнопку. Но тот, кто не сможет добраться до кнопки, к сожалению, навсегда выбывает из проекта. Участники готовы, а значит, мы начинаем полуфинал! У меня есть ровно 15 секунд, чтобы рассказать вам о бесплатной кредитной карте «100 дней без процентов» от Альфа-банка. Вы можете оформить ее онлайн за пару минут. И вам доставят ее куда угодно. Валерий Назарян запомнился тем, что он самый возрастной участник с самой внушительной группой поддержки. И они все еще здесь. И кажется, их даже стало больше! Валерий Назарян! Сочи! Эмоции зашкаливают, но собрал в комочек, собрал в кулачок, все это в кулак, как говорится, держу их в себе, чтобы на трассе выплеснуть все, и трасса все покажет. Трасса все покажет, потому что если сейчас адреналин захлестнет, можно натворить чудес таких, что потом будешь думать, как я так мог ошибиться. Первым надо выйти и показать уровень, на который должны стремиться. Мы вот-вот начнем! Валерий уже на стартной площадке, он не стоит на месте, он не может остановиться, посмотрите на его глаза. Красавчик наш, красавчик! Начальный отчет. Смотрите, как он легко преодолевает! Хватает канат, и что? Есть! Настоящий тарзан! Носом, носом, по-моему, даже ударился об канат. Второе испытание, это бабочка. Смотри, нужно разбежаться, как следует оттолкнуться от батута. Прыгнуть, уцепиться, есть! Как же важно, как он медленно вращается, ему надо перехватить этот канат, сумеет он это сделать? Есть! Так, ну что ж, есть, прошел! Всего пять, пять испытаний. Я напоминаю, что он первый и не мог наблюдать за ошибками других участников. Конечно, конечно, он не мог, поэтому он первооткрыватель. Здесь нет права на ошибку. Еще раз напомню, тот, кто заканчивает полуфинальную трассу, тот имеет все шансы попасть в финал. Но кто не закончит, это все. Подожди. Это, конечно. Что-то он пытается сказать судьям. Что-то сообщить. Подарился носом, говорит. Посмотрим, где берет небольшую паузу. Да, безжалостные судьи говорят, беги. Но посмотрите на часы. Часы не останавливаются. Давайте, Валера! Борец, боритесь! Поддерживают, поддерживают публика. Конечно, он же местный атлет, он сочинец, настоящий. Смотрите, Валерий Назарян продолжает свое восхождение. Время-то идет. Времечко очень важно. Поспеши. Времечко очень важно сейчас. Кровь идет, говорит из носа. Это экстремальное шоу, Валерий. Мы за вас болеем, вас поддерживаем. Было бы, конечно, эпично, если бы он продолжил проходить полосу с кровью из носа. Мы должны дождаться судейского решения. Я думаю, что судьи должны дать ему возможность продолжить. Вот сейчас, наконец-то, время было остановлено. И Валерию предстоит еще два испытания. Очень кроваво начинается полуфинал, однако. Ну что ж, это экстремальное спортивное шоу. Одно из самых известных в мире, напоминаю, русские ниндзя. В России и только на СТС. Ничего, папа Георгий, я с вами, мы с вами. Все будет хорошо, папа, не волнуйтесь. Отмечаем, как только Валерий дал знать судейскому корпусу, что он получил травму. Удар все-таки был, наверное, сильный, поэтому... Таймер был остановлен, когда вызвали врача. Поэтому сейчас, когда они устранят небольшое, так сказать, протекание Валерия... Вот он, Валерий снова на трассе. Сейчас время возобновиться. Будет дана команда от судейского корпуса. Ну что ж, время пошло. Продолжаем! Вот, Валерий, наконец-то, на третьем испытании. Переставной турник у него в руках. Нужно подтянуть себя немного вверх, придать такой небольшой импульс и переставить резким движением турник выше. Сейчас окна. Сейчас ему предстоит перебираться под весным карнизом. Смотри, 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 сейчас будет опасный момент. Валерий перехватывает, переносит ловко, центр тяжести. Посмотри, они на разных уровнях расположены, эти окна. Сейчас будет очень большое расстояние, смотри-ка. Да-да-да! Нет, это провал! Валерий не справился. Цунами, цунами поглощает Валерия. Валерий проваливается в бездну. Это означает лишь одно, то, что Валерий однозначно покидает наше шоу. Так, Валерий, вы не расстраивайтесь, у вас прекрасная группа поддержки. Мы наслаждались вашими выступлениями в этом проекте, поэтому эти аплодисменты все для вас. Вы наш полуфиналист, Валерий. Расстраивайтесь. Валера! 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 Стратегия психолога Ливона Ананяна уже помогла ему стать полуфиналистом. А вот есть ли у него тактика? Скоро увидим! Ливон Ананян, Москва! Тоже не дошел до нас, Ливон. Не дошел, он остановился у подножья Малой горы. Сейчас будет старт. Надеюсь, этот раз сюда даст ему легче. На тропе ускорение Ливон, но он не ускоряется, он замедляется. Он очень осторожен. Как мы уже и сказали, он четко выбирает свои стратегии, очень любит игру в мафию. Посмотрим, пригодится ли это сегодня. Часто подумывает тактику, преодолевает первое препятствие. Теперь наша гигантская супер бабочка. Или просто бабочка. И наш гигантский Ливон. Ливон очень сосредоточен, посмотри, он явно переживает. Так, это написано, у него в глазах земля. Ай, не удержался на бабочке, не допрыгнул, не долетел, не допорхал на бабочке Ливон. Ливон вспорхнул вверх и упал камнем в самую глубокую пропасть, в которой пропадают все надежды и мечты о статусе русский ниндзя. Друзья, аплодисменты! Ливон, наш полуфиналист, дорогой. Бабочка, чем подкосила? Мне просто в моменте стало жарко, хотелось купаться. И правильно, это Сочи, олимпийская столица. Любитель экстрима Никита Федоров тоже не смог покорить малую гору, поэтому попал в полуфинал чудом. И сейчас самое время доказать, что это не случайность! Никита Федоров в Тольятти! Отборочный этап дал очень много опыта. Во-первых, атмосферу, опыта прочувствовать, уже проще выходить. Уже с улыбкой выходит. До этого, когда на борочный выходил, мандрак. Сейчас нет. Я готов на все сейчас, прям стартануть и пройти эту полосу на одном дыхании. Обратный отсчет! И старт! Ну что ж, первое препятствие разгоняется. Притормозил перед канатом здесь. Уверенно перемахивает. Все постановляется. Сейчас наша гигантская бабочка ожидает. Хорошо нужно запрыгнуть. Посмотрим, как он оттолкнется. Есть! Уцепился. Хорошо, еле-еле на грани, на грани этой бабочки. Переставной турник перед Никитой сейчас. Он достаточно высокого роста и, я думаю, не составит труда ему, во-первых, добраться до турника, но он использует обратный хват. Нет, он использует одну руку обратным хватом, а одну обычным. Смешанный хват. Да, он использует смешанный хват. Здесь он переходит на подвесные карнизы. Напомню, что первый наш участник именно здесь и погорел. Да, да, смотри, сколько времени уходит у Никиты на первом карнизе. Он пытается раскачаться, потому что далеко друг от друга находятся карнизы. Хорошо. Сохраняет шансы, но ему явно тяжело. Посмотри, как напряжены его руки. Посмотри. Не представляю, какая мощь нужна, чтобы по этим окошкам так лазать. Нет, нет, на том же самом месте. В том же самом месте. Может, он смазан чем-то. Такое ощущение, что мы в романе Агаты Кристи. Один за другим наши участники просто исчезают, их просто стирают. Наши препятствия с сценарием нашего шоу «Русский ниндзя». Ты прекрасно шел, у тебя было великолепное время. Ну, не дотянул маленько. Но ничего, Тольятти за тебя болеет. Сочи за тебя болела, поэтому ты уже наш полуфиналист. Вся страна тебя видела, ты молодец, слышишь? Спасибо большое. Я поздравляю с полуфиналом. Это уже победа, Никита, уже победа. Умничка. Полуфинальная трасса уже троих участников отправила домой. И у нас по-прежнему в финале только Семен Кокотлев. Водитель автобуса Алексей Ширинкин стал самым быстрым из тех, кто прошел только пять испытаний в отборе. И застрял на Малой горе. Здесь права на ошибку нет. Надо пройти все препятствия, иначе финала не видать. Водитель автобуса готов. Бак заправили. Все отлично. Доедет ли этот автобус до финала? Посмотрим. С остановками решил, с небольшими. Преодолевать наше первое препятствие. Есть канат. Ай, на грани было опасно. По-моему, уверен. Ну, слушай, одной ножки так. Вот здесь уже не один участник останавливался. Главное – хорошо оттолкнуться. Мы видели все наши препятствия. Есть! Легко! Ну что ж, сейчас. Переставной турник. Третье испытание. Пора поработать ручками. Оценивает свои силы, смотрит. Он выступает сегодня не первым. Он видел, как провалились предыдущие участники. Некоторые из них. Поэтому он понимает, что дойти до конца даже иногда важнее, чем время, за которое он это сделал. Тоже верно. Ведь у нас может вообще не оказаться ни одного финалиста, кроме Семёна. Такое вполне возможно тяжело. Вот здесь самое коварное и вероломное в полуфинале – это подвесные карнизы. Вот последнее вот это огромное расстояние, где приходится прыгать. Опять! Как же так? Так, Алексей Ширинкин попадает в аварию на своём автобусе. Разбивается, как разбиваются его мечты о финале шоу «Русский ниндзя». Переволновались? Может быть, да. Может быть, чуть-чуть немножко есть. Но ничего, мы вас ждём в следующем сезоне, ребят. Поэтому не расстраиваться. Да не-не, всё хорошо. Наш полуфиналист Алексей! Аплодисменты! Молодец. Удачи, ребят! Всего шесть человек сегодня смогли пройти отборочную трассу от начала до конца. Би-бой Артём Чекин входит в их число. У-у-у! Но расслабляться рано. Ведь в финале есть только три свободных места. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне кажется, больше всех волнуюсь всё-таки я. Правда. За каждого. За каждого. Как за брата, клянусь. Слушай, интересно, это он или его брат-близнец? Вот. Как раз хотел задать вопрос. Может быть, это тактика такая, которой они придерживаются? Силы экономить. Есть! Есть! Немного испугали наших фейерверкеров. Артёма! Итак, тропа ускорения. Позади. АПЛОДИСМЕНТЫ Посмотрим, как он преодолеет нашу бабочку. Он достаточно высокий и лёгенький, поэтому, я думаю, вспорхнёт. И прыгучий, как и все би-бой, я уверен. АПЛОДИСМЕНТЫ О, это зацепился хорошо. По-моему, одной рукой отспатился за край бабочки. Ну что ж, сейчас переставной турник. Переставной турник, в принципе, не вызывает сложности у наших участников, а вот следующее испытание. Да, довесные карнизы пока остановили абсолютно всех предыдущих участников. Но Артём первый из тех, кто выходит на полуфинальную трассу, кто всё-таки покорил Малую Гору. Может быть, он как раз покажет мастер-класс, этот золотой стандарт прохождения полуфинальной трассы. Ручище у него длиннющий, поэтому все шансы есть. Посмотрим. Ай-яй-яй, чуть не сорвался. Он пытался дотянуться рукой. Ну давай, Артём, давай! А-а-а! Нет, нет! Это был последний танец, который Артём исполнил на шоу «Русские ниндзя». К сожалению, по-прежнему пустуют места в зоне финала, рядом с Семёном Кокотливым. Очень ждём хотя бы одного, чья попа приземлится на этот стул финалистов. Одно маленькое заявление. Сюда я готовился три недели. Представьте, что будет через год. Через год я буду вон там. Вон там. Через год. Лишь четыре человека претендуют на три места в финале. И сейчас на старт уже готов выйти боец-романтик Дэвид Сабуэль! Первая полоса для меня казалась сложнее. А тут именно психологически давит. Так что, думаю, пройдём всё на ура, покажем хорошее время и увидимся с вами в финале. Дэвид подходит к старту сейчас. Вот он хорошо, хорошо мне запомнился. Энергичный молодой человек. Он энергичный, у него огромный энтузиазм из него прёт. А знаешь почему? Потому что он несколько лет, о чём я не упоминал ранее, занимался чем? Рэгби, правильно. И это не танец, это мой вид спорта. С мячиком игра для тех, кто не в курсе. Ну что ж. Посмотрим, на что способны рэгбисты. Давай. Что не дождусь, это мой фаворит. Дэвид. Сейчас он немного разминается. Что же он делает? Немного танцует. Это ты поташь, ты сегодня куда? Надеюсь, это не последний танец. Давай, Дэвид. Тропа ускорения позади, как он цепляется. Как уверенно, чуть не перескочил эту платформу и не оказался в воде. Полетел. Ну что ж, хорошо, оттолкнись, Дэвид. Давай, ты можешь это сделать. Разбег небольшой. Посмотрите. Оттолкнулся, зацепился. Ты молодец, настоящий рэгбист. Бывших рэгбистов не бывает. Даже если он теперь боец, романтик, мы все равно его уважаем и любим в рэгбийной комьюнити. Окей, переставной турник. Давай. Смешанный хват использует Дэвид, чтобы подняться. В турнике, Дэвид! Да ладно. Ноу, Дэвид, ноу. Какая досадная ошибка, Дэвид. Наша полоса. Самого экстремального спортивного шоу «Русский ниндзя» отправляет Дэвида Самуэля в нокаут. Дэвид, Дэвид, ты такой сильный. Ты первый участник, который оторвал нам турник. Ты понимаешь? Да, что-то все пошло не по плану, но я рад, что именно воду, хоть я и не люблю холодно, но все четко прошло, не будем на этом расстраиваться. Так что в следующем году заберем. Конечно, не будем расстраиваться, но лучше потанцуем двое великолепные танцы и... Если следующий участник не пройдет полуфинальную трассу, одно место в финале точно останется свободным. Молодой ученый Олег Писахович в отборе удивил нас отличной спортивной формой. Но вот достаточно ли ее, чтобы стать финалистом? Или Олегу все-таки пора возвращаться к научной работе? Не обязательно быть только спортсменом, но и научный сотрудник, как я, может быть первым. Поэтому я сейчас готов, как никогда. Меня ничего не выведет, потому что я русский ниндзя. Ну что ж, Олег сосредоточен, стоит уже на старте, даже прищуривает глаза, глядя на нашу трассу. Первая тропа ускорения прямо перед ним. Три участника осталось, три места в финале. Просто дойди до конца, просто дойди до конца, Олег! Абсолютно именно это сейчас и демонстрирует нам Олег. Тропа ускорения, на которой он останавливается. Аккуратненько и расчетливо, по-научному, так сказать. Четкий, точный расчет сейчас высоты, хвата на канате. Сейчас перед ним бабочка, опять по-научному испытывает он наш батут перед бабочкой. Небольшого роста, хочу заметить, Олег. Габариты вообще у него не очень внушительные. Хорошо нужно оттолкнуться, Олег взлетает на крыло бабочки, взлетает. Я, честно говоря, думал, что не получится. Молодец, Елечка! Умночка! Что ж, он приближается вплотную к самому сложному участку трассы, который еще не покорился ни одному участнику до сих пор. Я только что понял, ведь там даже нет времени передохнуть. Сначала поднимаешься на турнике, а потом сразу лезешь по этим карнизам. Это жесть! Вау! Это жесть! Трасса коварная, не зря она считается сложнейшей в мире. Ну что ж, сейчас четкость исполнения, обе руки работают одновременно, оба полушария работают одновременно. Головного мозга у Олега, они хорошо развиты. Он вошел в десятку лучших выпускников 2021 года по версии Министерства образования. Ну что ж, прыгает, смотри, он прыгает, он не дотягивается, он прыгает. Пойдет ли он в десятку финалистов у нас? Все шансы. Отдыхает, висит на одной руке. Даже улыбается. Маршель в халю, Олег! Олег, самое время немного раскрепоститься. Ты смотри, неужели это будет первый, кто поройдет? Есть! Есть! Еще раз раскачаться! Давай беспежонство, Олег, еще рано! Просто дойти до конца! Есть! Он первый, кто досюда дошел. Самый заключительный этап полуфинальной трассы. Впереди дымоход, его прохождение мы еще не видим. Как думаешь, получится? Конечно! Давай, Олег, мы с Настей на тебя болеем! Смотри, что делает. Это что-то из научной фантастики, что сейчас происходит. Так, если он заберется наверх и нажмет на кнопку, то он точно в финале. Я думаю, это греет его. Посмотри, посмотри, как он действует. Он встал в распорку, его ноги и руки одновременно. Опять хочу заметить небольшого роста. Но это ему не мешает идти вверх. Дорогие зрители, не обращайте внимания на мат, который поднимается вслед за ним. Олег! И он наверху! Это первый финалист! Один шаг! Вот это да! Вот это что он делает! Он на вершине! Он оседлал полуфинальную трассу «Русский ниндзя»! Олег Писахович в финале! Да! Да! Это браво! Он мастерский! Он каждый день грызет гранит науки, а сейчас он прогрыз путь в финал шоу «Русский ниндзя» на СТФ. И правда, я стесняюсь даже представить, что он нам покажет в финале. А если он станет победителем финала? Не остановить молодого ученого. Сейчас он совершает свою поддержку. Получает заслуженные комплименты и обнимашки. И присоединяется к Семену Кокотлеву в зоне финалиста в шоу «Русский ниндзя». А как он умный, спортивный, красивый молодой парень. Лишь два места остаются в финале и двое участников. Посмотрим, как-нибудь они между собой соединятся или нет. Несмотря на то, что адвокат Ильхам Гусейнов потратил две попытки, чтобы взойти на Малую Гору, он показал третий результат в отборочном туре. То есть он один из фаворитов этого полуфинала. Но это звание нужно подтвердить. Я такой же человек, как и все. Немного волнуюсь, но сконцентрируем. Постараюсь дойти это просто до конца. Потому что я поставил такую цель. Я хочу быть в финале. И я буду в финале. Ну что ж, Ильхам взошел на стартовую площадку. Так, ну что ж, понимает, что время не ограничено. Нужно просто дойти до конца, поэтому очень осторожен. Здесь это не гонка уже, это просто полоса препятствий, которую надо преодолеть. Первое препятствие с красной тропатом. Это провал адвоката Ильхама Гусейнова на шоу «Русский ниндзя». Эх, а был же одним из фаворитов. Но вот так вот бывает. Даже в бассейн не упал. Хоть бы лучше бы в бассейн упал. С щитом или на щите? Что случилось? Это нервы? Переволновался, да. Переволновался. Ну ничего, ты был прекрасен на нашей трассе. Мы будем скучать. Забирай сына, жену, маму, Венеру. Я уже сроднилась с твоей семьей, поэтому эти аплодисменты тебе. Ты молодец, не расстраивайся. Спасибо большое. Сейчас мы узнаем итоговый список финалистов, потому что полуфинальный этап завершает любитель балалайок Алексей Ударцев. Он не смог пройти в финал через гонку лидеров. Может быть, он оставил там необходимые силы, а может, наоборот, приобрел нужный тонус. Потренировался, можно сказать. Теперь готов к полуфиналу. Алексей Хулиган был аллаичник, который покорил все наши сердца, который чуть-чуть прошел мимо финала, пропустив вперед себя Семена. Ждем. Начало. Дойди до конца. Для тебя будет ждать прямая путевка в финал. Алексей осторожен. Понимает, что сейчас борьба идет только с самим собой и с нашей трассой. Хватается повыше за канат, поднимает свои ноги. Полетел. Улыбается. Вот раскрепощение – это необходимая часть, когда проходишь. Нельзя быть зажатым слишком внутри себя. Надо понимать, оценивать свои силы, продолжать. Вот сейчас видно, что немного, конечно, нервничает. Но сейчас оттолкнись и лети вверх. На бабочку, ну что такое? Нет! Алексей Ударцев. А я ведь болел за него, блин. Балалайшник этот нравился мне. Хулиганье музыкальное, а? Алексей Ударцев не доучился в музыкальной школе и не дошел до финала в шоу «Русский ниндзя». Ты чего плачешь? Ты чего плачешь? Ты чего хочешь? Привет. Что случилось? Ты ударился лицом или мне показалось? Я? Нет, не ударился. Я ударил лицом. Ударил наше препятствие? Ну да. Это дерзкий парень. Но он мне не понравился бабочкой. Не пацанская. Мы тебя поздравляем. Ты был в нашем грандиозном шоу. И эти аплодисменты тебе. А ты не реви, не реви. У тебя парень-герой, слышишь? Не реви. Это была реальная спортивная битва, в которой участники делали невозможное. Но финал проходит лишь двое. Сегодня мы в очередной раз убедились, что для человека нет ничего невозможного. Наши участники, несмотря на все препятствия, преодолели себя. А я даже ни разу не сматерился. Потому что шоу «Русский ниндзя» только для самых смелых и сильных людей нашей страны. С ними мы увидимся в финале. А с вами в следующем выпуске. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!